Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Езекииля, мы обратимся сейчас к девятой главе. Предыдущая глава закончилась словами Бога о том, что буду действовать с яростью, не пожалею тока мое и не помилую. И, собственно, эта мысль продолжается и в начале девятой главы. Господь говорит так, что слышит Езекииль, для которого все происходящее – это видение. Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным оружием, и один из них одетый в леную одежду с прибором песца. И вот каратели города, те, кто несут возмездие Иерусалиму, приходят и становятся у медного жертвенника в Иерусалимском храме. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. Иерусалимский храм – собственно место, в котором пребывает слава Божья. Та слава Божья, которая сияющим облаком выявила народ Божий из Египта, из дома рабства. Слава Господня, которая шла перед народом Божьим в столпе огненном и облачном. Слава Господня, которая осенила Скинию собрание в пустыне и затем осенила Соломонов крам. Слава Господня, которая есть присутствие Бога среди народа. Вот что, собственно, визит Иезекииль. И эта слава Господня пребывает внутри, в храмовом помещении на Херувимах, таких существах крылатых, которые своими крылами осеняют Ковчег Завета. Вот это место присутствия. Далеко не всегда и уж тем более далеко не всем дается возможность созерцать эту славу Божью. Более того, среди израильтян еще со времен Исаии Иерусалимского существует представление о том, что не может человек увидеть славу Божью и не умереть, если только он не великий праведник. А всякий грешник обязательно погибает, видя эту славу Божью. Это тоже довольно важное место, важная вещь. Но вот все-таки слава пребывает у престола Господня. Здесь, внутри, во мраке святых, в Соломоновом храме, на крыльях Херувимов. И это непоколебимо. Именно поэтому, скажем, жители Иерусалима говорят, ну ладно, ничего с нами не будет, тут храм Господень. Когда им говорят, что вот там на вас ополчаются войска такие, или сякие, или такие, ничего страшного, тут храм Господень. Мол, все будет хорошо. И еще Иеремия, вернее, Бог через Иеремию обличает это, говоря, не думайте говорить, что тут, мол, храм Господень. И поэтому все получится так или иначе. Вот это пребывание славы Божьей – знак неотменимого присутствия Бога. Причем дело даже ведь не столько в присутствии, потому что когда Соломон освящает храм, речь между ним и Богом идет о том, что на этом месте Бог услышит всякого человека, который к нему обратится. Богу принадлежит вся земля. И в любом месте, ни на этой горе, и ни на той, в любом месте мы можем обратиться к Богу и молиться, и просить Его. Хотя и это, кстати, не так очевидно для израильтян в данный момент. Но храм – это то место, где Бог обещал услышать и израильтянина, и иноплеменника. Любого «я буду здесь», знаете, как приемная председателя Верховного Совета. Ты можешь, конечно, письмо председателю Верховного Совета из любого почтового ящика отправить. Но есть место, где вот обещал он услышать. Обещал Бог услышать в Иерусалимском храме. Потому что там пребывает слава Божья. Но вот Иезекииль видит, что что-то здесь происходит, начинает двигаться. Слава Божья сошла с Херувима к порогу, ко входу в Дом Господень. И слава Бога, то есть, собственно, Бог, присутствие Божье, это же и есть он сам, призвал человека, одетого в линую одежду, у которого припоился прибор писца. Это, как вы помните, в самом начале каратели города, один из которых писец. И вот он говорит, пройди посреди города и сделай знак на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях. Ну, по сути дела, это примерно то же самое, что должны сделать израильтяне в Египте на Пасху. Принеся в жертву заколов пасхального агнца, помазать кровью его косяки дверей. Помазать, чтобы обозначить тот факт, что это люди непричастные к преступлениям египтян или к преступлениям иерусалимлян, как в данном случае. Вот такой знак. Обозначить тех, кто скорбит о мерзостях Израиля. Вот этот знак. Скорее всего, имеется в виду буква Таф, последняя буква алфавита израильского, чаще всего изображающегося в форме креста. Ну, даже это, в общем, не так важно. Важно, что это знак, защищающий от гибели. Знак скорби о мерзостях Израиля. И в конечном итоге, примерно так же, как в Египте поражаются первенцы казнями египетскими, так и здесь каратели города идут, проходят по нему и уничтожают всех, на ком нет этого знака, кто не скорбит о мерзостях Израиля, кто не хочет покаяться и исправить хоть что-нибудь, а кто не скорбит о мерзостях Израиля. И о храме Божьем говорится здесь, оскверните дом, наполните дворы убитыми и выйдите. И Иезекииль обращается к Богу и говорит, Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? Вот остаток, остаток – это те, которые скорбят о мерзостях Израиля, это те, которые почувствовали отвращение к себе за то зло, которое делают люди. Вот его пророк просит сохранить тех, кто еще может что-то изменить и исправить в жизни. Неужели ты погубишь весь остаток? Нет, конечно, Господь не погубит весь остаток Израиля, но в последних стихах 9 главы Он говорит некоторые тоже очень важные вещи. «Земля сия полна крови, и город исполнен неправды». Потому что они говорят, оставил Господь землю, и не видит Господь. Не видит Господь, нет Бога, Ему нет до нас дела, Он нас бросил или никогда не существовал, неважно. Все это приводит к тому, что земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Вроде только что разговор шел про идлопоклонство. Идлопоклонство – страшный грех, но, казалось бы, кроме Бога, кому от этого хуже? Кто, так сказать, потерпевший? Оказывается, все равно, как всякий пророк, он не различает идлопоклонство и насилие. Поэтому земля сия полна крови, говорит Господь. Город исполнен неправды, нечестие дома Израилева весьма велико, поэтому и мое око не пощадит. «Обращу поведение их на их голову». Вот эти слова, последние слова 10 стиха, 9 главе. «Обращу поведение их на их голову». Такова воля Бога, чтобы каждый из нас нес последствия своего нравственного выбора и того нравственного выбора, который совершает общество вокруг нас. В общем, конечно, для современной жизни, знаете, характерно, что хотя бы от чужого нравственного выбора ты отчасти, отчасти только можешь скрыться, попытавшись, так сказать, изменить страну проживания. В древнем Иерусалиме такое едва ли было возможно. И поэтому так опасно для всех израильтян неправда в городе Господнем и то, что земля сия полна крови. Субтитры создавал DimaTorzok